путешествие по волокте интересные места и полезная информация вы наверняка слышали о чем-то истинно вологодском даже если никогда не были в городе кружева молочные продукты сливочное масло а же резной палисад и знаменитой песни ансамбля песняры где же моя темноглазая где волокте где-где-где-где волокте где все это местные бренды которым гордится волок да я приехала сюда 2005 году из архангельска поступать после окончания школы приезжала полагу и после окончания техникуму вплоть до 2023 года расскажу что посмотреть волокте и как спланировать прогулку по городу достопримечательности волокты культурное наследие и интересные места волокда расположена в четырехстах с лишним километр к северу западу от москвы основана в 1147 году монах герасим путешествие из киева увидел деревянную церковь на берегу реки волокты и решил остаться здесь жить город мог по праву стать северной столицей россии но нелепый случай изменил всю будущую историю государства царь иван грозный осматривал в городе софийский собор и планировал использовать его в качестве своей резиденции но на ивана грозного упал кирпич видимо со строительных лесов царь решил что это плохой знак и подался обратно в москву даже если у вас в запасе всего один-два дня этого времени хватит чтобы увидеть как вологда объединила в себе древнюю историю и современность как добраться волокту расстояние от архангельска до вологды по прямой равняется пятьсот девяносто два километра по автомобильным трассам придется проехать семьсот шестьдесят два километра добраться из архангельска до вологды можно на поезде дальнего следования это архангельск новороссийск архангельск анапа архангельск москва всего по направлению курсирует 43 поезда общая длительность поездки составляет от 9 часов и до 14 часов среднее время в пути 11 часов самостоятельно доехать архангельска до вологды можно на автобусе вы можете ознакомиться с действующим расписанием автобусом по направлению архангельск волода и купить билет всего по текущему маршруту ездит всего три автобуса время движения составит от 10 до 13 часов доехать от архангельска до вологды можно и на автомобиле примерно ехать от 8 до 12 часов ну и конечно же самолетом самым безопасным способом передвижения не говоря уже о его огромной скорости это способ отлично подходит для тех случаев когда вы опаздываете на важную встречу правда стоит отметить его большую стоимость которая придется не по карманам большинство жителей россии ведь куда дешевле выбрать в качестве средства передвижения автобус сэкономив приличную сумму время полета составляет примерно 5 часов когда лучше поехать в Вологду Волгды прекрасно в любое время года но первооткрывателям лучше ехать в этот город именно летом теплый сезон вам удастся насладиться парками садами Вологды и посетить все места из нашего путеводителя и все же что посмотреть в Вологде и первом списке нашего путешествия это Вологодский Кремль одна из главных достопримечательностей Вологды Вологодский Кремль расположен на южном берегу реки на месте крепости основаны в 1567 году по указанию Ивана Грозного на территории Кремля находятся здания разных исторических эпох например Воздвиженская церковь 1692 года расположенная над святыми воротами ворота ведут к Софийскому собору 1570 года а рядом находится Воскресенский храм 1776 года в стиле барокко храм был неоднократно реставрирован но сохранил свой оригинальный внешний вид через площадь от Вологодского Кремля находится музей кружева экспозиция рассказывает о традиционном для Вологодской области художественном промысле кружевоплетение принято считать что плетение кружева зародилось в Европе в середине 19 века но в Вологодских летописях сохранилась информация о начале кружевного промысла в Вологде 1820 года крепостные в имениях помещиков занимались уплетением для отделки платьев и нижнего белья в залах музея также представлена работа мастеров европейских стран Германии Испании Франции Польши адрес Кремлевская площадь 12 музей открыт с 10 часов до 17 30 со среды по воскресенье стоимость экскурсии по 200 рублей музей кружева в Вологде крупнейшей на территории России здесь представлено более 700 ценных экспонатов сразу за Вологодским Кремлем на улице Сергея Орлова расположен сквер с памятником буквы О многие волокжане окают не забудьте сделать здесь фото став центр буквы О памятник электрическому фонарю установлен в 2004 году к столетию начала электрификации города местные шутливо называют его памятником писающей собачки который задумывалась как дополнение композиции считается что если пса погладит это принесет удачу справа от Кремлевской площади ближе к берегу реки Вологды установлен памятник Константина Батюшкова монумент был открыт в 1987 году двухсотлетие со дня рождения поэта Константина Батюшкова в композицию входят четыре фигуры самого поэта его коня крестьянской девушки со свирелью и афины паллады местные жители и гости Вологды любят делать фотографии с видом на памятник реку Вологду и ее противоположный берег рядом течет река Вологда летом можно совершить небольшое путешествие на теплоходе в городе осталось всего одна компания которая занимается организацией речных прогулок она называется Одиссей теплоход отправляется с причала на противоположном центру береги реки по адресу улица набережная 6 армии 137 места для прогулок в Вологде кремлевский сад изначально он назывался архиерельским яблоневым садом но сегодня увидеть здесь яблони не получится деревья не прижились и еще восемнадцатом веке были частично вырублены вместо них в саду посажены липы среди них проложены аллеи с фонтанами установлены скульптуры на пруду можно покататься на лодке или на катамаране где же поесть в Вологде обязательно отведайте традиционные для северного народа блюда уху по волокотски жаркое в горшочках с грибами и щи с серой капустой попробовать все это удастся в одном ресторане города верщагин который находится рядом со зданием правительства волокотской области улица герцена 2а время работы ежедневно с 12 до 12 часов ночи если вы предпочитаете незамысловатую кухню предлагаю отправиться в другие рестораны центральной части вологды здесь можно перекусить или же устроить полноценный обед всей семьей ресторан базар чайхана улица Марии Ульяновой 12 открыт с 12 часов до 23.00 в ресторане вас ждет расслабляющая обстановка богатая барная карта кальяны и восточный колорит как передвигаться по городу главный общественный транспорт большие городские автобусы и частные перевозчики базики стоимость одной поездки по наличному расчету составит 35 рублей если по безналичному 32 рубля ну а если по карте забота 30 рублей всего чаще всего ездят маршруты 8 16 40 и 48 все они проходят через центральные остановки волокты а где же остановиться в волокте поселиться лучше в центре это улица мира сергея орлова пушкинская мария ульяновой лермонтова притеченская герцена торговая площадь советский проспект пешей доступности от главных достопримечательностей есть неплохая гостиница в которой всегда найдутся свободные номера гостиница атриум улица герцена 27 современная и комфортабельная 97 номеров от стандартных до люкс апартаментов круглосуточная стойка регистрации собственный ресторан салон красоты и даже стоматология а что же привезти из волок ты за подарками которые символизируют волок да можете смело отправляться в магазин вологодские сувениры которые находятся на улице чехова 12 изделия из пересты и серебра кружева варенье и мармелад валенки и мед все это представлено в одном месте и несколько советов туристам если вы захотите отвлечься от достопримечательности посетите торговый центр рио на окружном шоссе 12 здесь более 100 магазинов кинотеатр детский центр кафе и рестораны за активным отдыхом советуем ехать в центр развлечения есть в поселке стрижнево это 34 километра от города отдохнуть можно всей семьей в аквапарке динопарке веревочном центре и зоопарке и не забудьте привезти угощение друзьям мологотское масло и вкуснейшую сокольскую сгущенку